Желание научиться и внимательность – два самых важных качества, которыми должен обладать человек, взявшийся за плетение маскировочной сети. Сегодня на Самарской площади Славы в преддверии крупной народной акции проходит мастер-класс по ее плетению. В преддверии акции 18 марта, 9-летия президения Крыма к России, мы решили провести акцию по влечению всех граждан Самарской области, непосредственно показать, как это можно как раз плести сети. Специальные станки для плетения сетей в количестве 18 штук уже установили на площади. Процесс изготовления идет полным ходом. На площади собрались волонтеры, участники военно-патриотических клубов, представители общественных организаций и просто неравнодушные жители города. Все маскировочные сети, изготовленные на мастер-классах, отправятся к нашим военным в зону проведения СВО. Я когда посмотрела, я думала, с этим я не справлюсь. А вникая вот в эти схемы, специальные схемы у нас есть, и уже понимаешь, что это уже все понятно и все хорошо получается у нас. В сегодняшнем мастер-классе могли поучаствовать все желающие. Но даже если кто-то не успел приложить свою руку к важной волонтерской миссии, то исправить ситуацию можно будет 18 марта. В Самарской области, как и по всей стране, пройдут концерты-митинги, посвященные годовщине присоединения Крыма и Севастополя. Центральным станет концерт на площади Славы «Крымская весна». В течение дня по всему городу будут проходить тематические встречи и акции. Начиная с 11.00 на площади Славы проведут акцию по изготовлению маскировочных сетей «Своих не бросаем» и акцию «Самарский хлеб и крымский чай». В 11.00 от крупного торгового центра по Московскому шоссе стартует автопробег. Крым, Донбасс, Россия навсегда. Вечером на телебашне включат тематическую подсветку, а на фасадах зданий покажут символ спецоперации на Донбассе – букву «З». Александра Гусева, Николай Сидоров. События.